Загружая тележки с обрезью, старший мастер внимательно отслеживает все этапы. Экопроизводство непростое, утверждает Сергей Межаков. Есть свои тонкости. Из чего сделана костная мука. Мужчина отличит с легкостью. Из налима, отходов налима, одна мука получается. У нее определенный процент жира. Из пузьина, из белой рыбы, другая мука получается. Производственный цикл занимает 12 часов. Пока одна партия обрезков и костей уже в переработке, другие отходы только собирают. Что именно удалить у рябушки, Галина Сидорова, обработчик рыбы, знает наизусть. Три движения и тушка готова. А сами обрезки уже на конвейере. Плавники, кишки, волок много, поленьки уходят, потом перерабатывают. За смену успевают удалить отходов от тонны до трех. Количество, как и качество. Тут тоже зависит от сорта рыбы. От разной рыбы разное количество отходов получается. Когда там щука, филе делают, там хребет идет с головами. Тогда больше отходов. Там четыре контейнера выходят. Все производство костной муки выстроено по принципу экобезопасности. Ежедневно пробы готовой продукции сдают на лабораторный анализ. Влажность, правильный набор микро- и макроэлементов должен соответствовать заявленному качеству. Сам продукт является очень востребованным. Мука используется агропромышленными предприятиями для производства удобрений и кормов для животных. Очередная партия костной муки будет расфасована в мешки для транспортировки. Ценный белковый продукт уже ждут потребители. А в планах завода увеличить темпы и расширить число точек сбыта. Екатерина Кальченко, Вера Дронзикова, Максимилиан Волков, Тюменская служба новостей.